и в этом видео я бы хотел поговорить про довольно таки насущную тему так как сейчас сентябрь сейчас учеба поэтому именно об этом будет мой новый видос про учебу и первое чем я хотел бы поговорить в этой теме это отношение к учебе она у всех разное она зависит во многом от воспитания от того что требуют родители от вас требуют ли они от вас хороших акцент требуют ли они от вас чтобы вы были супер активным в школе это все но в большинстве своем зависит именно от воспитания потому что сами бы я думаю не додумываетесь до того как учиться что делать и прочее я сейчас конечно имею ввиду именно начальные классы когда вы только вот только только идете в школу и вам тут же вот в первом классе говорят так учись хорошо или учись как хочешь вот об этом своем об этом могу сказать что родители от меня никогда не требовали каких-то супер знаний супер чтобы я был прям супер-пупер отличником они говорили чтобы я учился как я могу как я хочу но в то же время был довольно таки активно в школе чтобы участвовал в разных спектаклях в разных выступлениях и проще и собственно так оно и получилось с первого по второй класс я постоянно участвовал во всяких выступлениях постоянно во всяких сценках постоянно меня брали везде 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 потому что когда в классе спрашивали кто хочешь поучаствовать в таком-то там мероприятии, и никто не хотел, естественно, а я был такой, типа, супер гиперактивный, поднимал руку, типа, я хочу, давайте, возьмите меня, и, собственно, с этого все и началось, и, собственно, когда я уже перешел в новую школу в третьем классе, до пятого класса я нигде, нигде не участвовал, я просто учился, и учился плохо, потому что я перевелся из обычной школы в лицей, и мне было довольно-таки тяжело, и родители даже тогда не требовали от меня никаких суперзнаний, я учился на тройке, еле-еле там на четверке иногда было, но они никогда не ругали меня за плохие оценки, потому что понимали, что, ну, это не главное в жизни, и по сей день, на самом деле, они не требуют от меня каких-то оценок, каких-то хороших знаний, что ли, они больше требуют от меня, даже не требуют, а они просто хотят, чтобы я больше как-то реализовал себя во время учебы, то есть, допустим, пока я учусь, чтобы я занимался каким-то параллельным делом, в котором я буду себя реализовывать, об этом мы поговорим чуть позже. И тема, которая вытекает из оценок, это не стоит гнаться за этими самыми оценками, потому что оценки, команда, это уже давно не показатель ваших знаний, вы можете знать кучу всяких фактов, кучу всяких знаний вообще, вы можете знать миллион языков, вы можете знать все, что угодно, но, допустим, вам не дается физика, как и мне, в принципе, и из-за того, что у вас тройка по физике, двойка по физике, у вас плохо получается, и вы из-за этого подойти в депрессию, не знаю, вам от этого грустно, вас ругают родители, ну, камон, это уже давно, я думаю, не показатель того, что вы тупой. То есть, если вы плохо учитесь, это не значит, что вы дебил, это не значит, что у вас нет тяги к развитию, вы не хотите учиться, возможно, вы хотите учиться, но вам просто тупо не дается этот предмет, поэтому не стоит гнаться за оценками. Пусть они будут четверки, пусть они будут тройки, какая нахрен разница, какие это оценки, потому что лучше вы будете учиться на тройке, четверке и все свое свободное время тратить не на то, чтобы зубрить всякие предметы, не для того, чтобы потом сдать их и получить пятерку, которая, по сути, вам ничего не дает. Лучше бы это время, за которое вы можете выучить там конспекты, все свои, все лекции, все вот это, лучше бы это время потратить из пользы и потратить на какое-то свое любимое дело, в котором вы, возможно, сможете развиться. Следующее, о чем я бы хотел сказать, это про здоровье, потому что я знаю, что многие, кто учится хорошо, многие отличники, прям, которые, так назовем их, задроты учебы, да, это не в обиду, ничего, это, ну, такое грубое определение, так скажем, вот. Многие из них очень сильно пренебрегают своим здоровьем, когда, допустим, у них температура 38, 39, 40, а они все равно идут учиться только для того, чтобы получать там оценки, ну, камон, вы хотите жить счастливо или сдохнуть после 11 класса из-за изневожения? Выбирайте сами. Многие, я знаю, что делают домашку, когда у них болит голова, когда их тошнит, когда температура, когда вообще просто ты не можешь функционировать, ты просто хочешь лежать и не двигаться вообще, но ты все равно встаешь и делаешь домашку только ради того, чтобы не получить эту гребаную двойку. Камон, как я уже сказал, оценки вообще ничего не значат, ну, получишь ты эту двойку. И что дальше? Какой от этого толк? Какой толк вообще получать хорошие оценки в наше время? Какой толк? Объясните мне! Следующее, знаете, у меня почти все темы связаны с оценками, потому что, ну, камон, это главная система оценивания знаний, знаний в наше время, в наших школах, универах, колледжах и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Как я уже говорил, из-за плохих оценок не стоит вгоняться в депрессию, грустить, ну, и все из этого вот вытекающее, так скажем. Потому что, камон, оценки вообще ничего не значат в вашей жизни. В вашей жизни намного большее значение имеют ваши качества, ваши способности, ваша многосторонность, многогранность, так скажем, то, чем вы умеете заниматься. А учеба это, ну, лично для меня это уже второстепенный, даже не второстепенный, какой там миллионостепенный план. Потому что для меня большее значение имеет именно саморазвитие, для меня большее значение имеет именно самореализация. То есть я занимаюсь танцами, я самореализуюсь, я снимаю видео, я самореализуюсь. А колледж мне не дает ни хрена. Единственное полезное качество, которому я научился в школе, в колледже, это выкручиваться. Объясню сейчас, что это значит. Выкручиваться это намного интереснее, чем просто зубрить все конспекты. Камон, серьезно, интересно сидеть под часов 5-6 и просто сидеть над конспектом и читать это все, учить, изучать, ради того, чтобы получить эту гребу на пятерку. Камон, зачем оно надо вообще? Я всегда делал так, я почти никогда не делал домашку, потому что зачем? Дома я занимаюсь своими делами, я занимаюсь, как я уже сказал, самореализацией. Я делаю то, что мне реально интересно. Домашку? Камон, я прихожу в школу, списываю, все, домашка готова. Зачем это делать? Зачем стараться получать какие-то хорошие оценки? Ну, какая разница, четверка, пятерка, кому оно нахер вообще надо? Именно выкручиваться, это очень полезный навык, который вам может пригодиться и в будущем, и в настоящем. Я бы сказал и в прошлом, но прошлого уже нет, как бы, ну, вы поняли. Под выкручиваться, я понимаю такое, когда ты не сделал домашку, и у тебя ее просят, ты как-то выкручиваешься так, что ты в итоге получаешь оценку. Вот это полезный навык, а не когда ты сидишь часов пять за домашкой и получаешь за нее гребаную пятерку. Одну, мать его, пятерку. Я в это же время могу нихрена дома не делать, прийти в школу, в колледж, списать, получить ту же самую пятерку, но потратив на это минут 15. И последняя тема, на которую я бы хотел с вами поговорить, это как раз таки про самореализацию, про саморазвитие. Во время учебы, во время школы, во время колледжа, это как раз то самое время, те самые 11 лет, ну, у кого-то может даже больше, как у меня, например, у меня это уже не 11 лет, а 14. Потому что именно за это время вы должны найти какое-то такое занятие, которое вам будет нереально интересным, от которого вы будете кайфовать, от которого вы будете, ну, просто-напросто получать удовольствие. За эти 11 лет и больше, сколько вы будете учиться, за эти 11 или даже больше лет вы должны найти какое-то такое занятие, в котором вы будете развиваться на протяжении всего этого времени, в котором вы будете стараться делать так, чтобы вас заметили в котором когда вы выпуститесь из школы из колледжей из универа вы станете просто мастером этого дела мастером там танцев пения рисования лепки я не знаю что вообще занятий в наше время очень много и лучше отправлять все свои силы все свое все свое время именно на эти занятия потому что именно эти занятия дадут вам намного больше чем это гребанная школа чем это гребанное обучение потому что у кого зачастую все кто идут в колледж универ мало кто работает по своей специальности потому что все идут в наше время просто ради корочки просто ради того чтобы получить этот гребаный диплом а потом идут в макдональдс все почему потому что они я хотел сказать тупые но нет они не тупые они просто неправильно ставили приоритеты в своей жизни и просто потратили все свои силы все свою энергию все свое время на учебу ради получения хороших оценок но за неимением какого-то своего дела какого-то какого-то любимого занятия в котором они бы развивались все время пока учились так и получается что они идут просто работать там бакдональдс на завод дворником и прочее и прочее и прочее вывод из этого такой тратьте свое время разумно тратьте его с пониманием потому что времени мало все мы здесь не бессмертные поэтому оставляйте приоритеты грамотно в жизни не тратя свое время на всякую ерунду занимайтесь тем что вам действительно интересно сбивайте на все то что вам не интересно идите к своей цели добивайтесь всего чего хотите потому что мы люди можем все главное всем спасибо за просмотр подписываемся на канал ставим лайки и пока пока